Здравствуйте! Сегодня 7 апреля. Вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от банкир.ру На торгах в пятницу снижение евро против американского доллара продолжилось. Пара евро-доллар теряла позиции еще в преддверии публикации основного отчета по занятости в США. Драйвером снижения валюты оставался негативный настрой рынка, полученный после пресс-конференции Марио Драги и его обещаний применить для оздоровления европейской экономики комплекс мер, включающих в себя понижение процентной и депозитной ставки, а также резкое увеличение объема финансового стимулирования. Статья о том, что ЕЦБ может увеличить в течение года объемы финансовых стимулов до 1 трлн евро вызвала усиление медвежьего давления на евро, курс которого в результате зафиксировал новый недельный минимум на отметке 1.3672. Дополнительную поддержку продавцы единой валюты получили после публикации данных американской статистики по занятости. В целом отчет по рынку труда оказался позитивным и соответствовал экономическим реалиям данного периода, однако участники торгов возлагали на ключевые показатели слишком оптимистичные надежды, полагая, что экономика США создаст в марте значительно большее количество рабочих мест. Поэтому цифры несколько разочаровали инвесторов и ослабили доллар. В результате снижение пары прекратилось, и евро-доллар начал корректировать предыдущие движения, зафершив торговую неделю на отметке 1.3701. В нашем прогнозе на понедельник предполагаем, что завершение коррекционного подъема пары ориентировочно в районе линии сопротивления 233-дневной скользящей средней 1.3780. Далее ожидаем развороты возобновления снижения пары к целевым уровням 1.3667, 1.3644, 1.3624. Практически пустой экономический календарь пятницы оставил британский фунт без драйверов для движения. Поэтому определяющими для ценовой динамики пары в этот день стали технические факторы, формирующие очередной цикл снижения валюты, а также негативный настрой рынка по отношению к ближайшему союзнику фунта – единой европейской валюте. Под влиянием этих факторов фунт-доллар возобновил снижение, и на европейской торговой сессии в условиях повышенной волатильности достиг новый недельный минимум на отметке 1.6553. Последовавший затем коррекционный откат пары ситуацию практически не изменил и зафиксировал недельное закрытие вблизи достигнутого минимума на отметке 1.6561. В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем первоначальный подъем пары ориентировочно в ценовую зону 1.66-1.6625. Далее ожидаем возобновление нисходящего движения курса британской валюты к целевым уровням 1.6553 и 1.6500 ровно. Возобновление снижения пары непосредственно от ценовых уровней открытия может стать актуальным только в случае пробоя вниз уровня вчерашнего минимума 1.6553. При таком варианте развития событий к вышеназванным целям добавятся еще и уровни 1.6484 и 1.6466. Они называют нас игроками. Они говорят, что мы зависим от удачи. Они утверждают, что никто не может обыграть рынок и мы зря тратим свое время. Это не настоящая работа. Мы должны отказаться от нашего хобби, говорят они. Но если бы они только знали, что мы мастера риска, суть предпринимательского духа, ликвидность экономики. Мы всегда добиваемся своего, зарабатываем своим умом, приспосабливаемся к постоянно меняющимся джунглям финансового рынка. Мы торгуем валютой, которой вы расплачиваетесь в магазинах. Мы торгуем компаниями, в которых вы работаете каждый день. Мы торгуем золотом, которое блестит на ваших часах. В то время, как вы боитесь неудач, мы учимся на наших ошибках. Мы не боимся потерь. Мы не боимся говорить о наших потерях. Мы встаем на ноги после наших потерь. В эти моменты мы становимся сильнее. Дисциплина и самоконтроль наши партнеры. Мы те, кем вы всегда хотели стать. И мы выходим из тени. Мы трейдеры. В экономической статистике понедельника Япония представит индексы запаздывающих, совпадающих и опережающих экономических индикаторов за февраль месяц. Германия отчитается по изменению объема промышленного производства. Швейцария представит мартовский индекс потребительских цен. В еврозоне будут опубликованы индикатор уверенности инвесторов в экономике региона и ежегодный отчет Центрального Европейского банка. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Субтитры создавал DimaTorzok